Третья доза вакцин Pfizer и Moderna должна обеспечить лучшую защиту от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом, например, вследствие химиотерапии, после пересадки органов или же наличие хронических заболеваний. Таких в США около 3%. При этом в интервью телеканалу CBS директор Института инфекционных заболеваний Антони Фаучи не исключил – скоро третья доза понадобится всем вакцинированным. «У нас нет ощущения, что третья доза нужна прямо сейчас, но мы следим за развитием ситуации. Каждую неделю и каждый месяц проверяем группы людей пожилого возраста – молодых, людей в домах престарелых, чтобы определить, снижается ли у них уровень защиты. И когда он достигнет определенного показателя, мы будем готовы обеспечить вакцины-бустеры». Накануне же в Центрах по контролю и профилактике заболеваний вакцинацию от COVID-19 рекомендовали для беременных. Глава ведомства Рашель Валенский отметила, что данные новых исследований демонстрируют безопасность иммунизации для этой категории населения, а польза от прививки существенно превышает риски, связанные с уколом. Это решение на официальном уровне подтвердило ранее озвученную рекомендацию американской коллегии акушеров и гинекологов. Не бояться вакцин призывают беременных женщин и эксперты. «Еще прошлым летом мы получили данные исследований, которые продемонстрировали, что беременные женщины сталкиваются с высоким риском сложного течения COVID-19, госпитализации и даже смерти. В этом смысле вирус Дельта ничем не отличается, и беременность ставит пациентов в более высокую группу риска». Центры по контролю и профилактике заболеваний выступили с твердой рекомендацией для беременных женщин и женщин в период кормления вакцинироваться от COVID-19. Рекомендацию не смогли сделать раньше, поскольку беременные женщины были исключены из клинических испытаний на второй и третьей стадии, в самом начале исследований. К счастью, в последующей стадии беременным разрешили участвовать в клинических испытаниях. Но также важно, что многие пациенты, понимая, насколько опасным может быть вирус, самостоятельно решили вакцинироваться, и теперь их данные стали частью статистики. В данный момент у нас есть действительно хороший массив данных о всех триместрах беременности, а также периоде кормления грудью, которые позволяют нам с уверенностью сказать, что вакцины для беременных безопасны и нет никаких оснований полагать, что они менее эффективны. Тем временем волна вируса Дельта вносит коррективы в планы штатов по возвращению к нормальной жизни. В частности, ряд школ в Миссиси, Пиндиане и Джорджи уже заявили о возобновлении занятий в режиме онлайн из-за растущего числа новых случаев заболеваний. В Калифорнии губернатор Гевин Ньюсом объявил о планах ввести обязательное вакцинирование или тестирование на COVID-19 не только для учителей, но и всех работников учебных заведений. Мы считаем, что это правильное решение и надёжный способ обеспечить работу школ в очном режиме, а также успокоить родителей, которые будут знать, что школы делают всё, что в их силах, чтобы обеспечить безопасность и здоровье наших детей. Правила открытия школ стали поводом для острых политических дебатов в США. Целый ряд штатов выступили против обязательного ношения масок в учебных заведениях, даже несмотря на то, что более половины учеников по-прежнему не вакцинированы. В Теннесси решение школьного совета, сделавшего маски обязательными, спровоцировало акцию протеста противников этой меры. Тем временем, согласно официальной статистике, число новых случаев COVID в США в 10 раз превышает показатели июня. Самая сложная ситуация в южных штатах, где уровень вакцинации был сравнительно ниже, чем в остальных регионах страны.